О главных событиях к этому часу расшифрован речевой самописец потерпевшего катастрофу Ту-154. Евросоюз перечистил Украине второй транш финансовой помощи. Эрдоган заявил о наличии доказательств поддержки террористов Сирии и коалиции США. Расшифровка речевого самописца, упавшего в Черное море пассажирского самолета Ту-154, прояснила обстановку в кабине пилота в момент перед самым падением авиалайнера. Один из пилотов воскликнул о неисправности закрылков самолета. Затем послышался сигнал о сближении с землей и после крик «Командир, мы падаем!». Как уточняется, нельзя установить причины авиакатастрофы только по фразам экипажа, так как в разговоре может быть отражено субъективное восприятие ситуации и ошибочная оценка неисправностей. Но в аудиозаписи слышны звуки автоматической речевой сигнализации, подтверждающие слова пилотов. Специалисты пояснили, что на малых скоростях положение закрылков влияет на подъемную силу крыла. Но пока рано называть причины катастрофы. Возможно, найденный на месте трагедии параметрический самописец, который пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны, позволит сделать более точное заключение о подробностях крушения. Напоминаем, что пассажирский самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации упал в море недалеко от Сочи утром 25 декабря. На борту лайнера находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди них 64 артиста ансамбля имени Александрова, 9 сотрудников российских телеканалов, а также руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как «Доктор Лиза». Все они погибли. Украина получила от Евросоюза второй транш финансовой помощи в размере 55 млн 125 тыс. евро. Информация об этом появилась на сайте Минфюр на страны. Деньги поступили Киеву в соответствии с соглашением о финансировании, заключенной между правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году. В тексте документа сказано, что данная финансовая помощь означает признание украинских реформ со стороны ЕС. «Указанные безвозмездные и безвозвратные ресурсы были предоставлены Украине по результатам проведения Европейской комиссии оценки внедрения Украины реформ в сферах борьбы с коррупцией, улучшение прозрачности и подотчетности в сфере управления государственными финансами, реформы сферы государственного управления, внедрение конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий», говорится в сообщении. Отметим, что выделенные средства являются вторым и заключительным финансовым траншем в рамках договора Украины с ЕС. Первый транш был получен в 2014 году. Его сумма составила 250 миллионов евро. Президент Турции Реджеп Таип Ардаган на пресс-конференции в Анкаре заявил, что в его распоряжении есть доказательства поддержки боевиков Сирии со стороны международной коалиции во главе США. Турецкий лидер подчеркнул, что коалиция оказывала поддержку ряду группировок, включая исламское государство. По его словам, среди доказательств имеются показания, фотографии и видеозаписи. Также Эрдоган добавил, что силы коалиции не выполняют своих обязательств по борьбе с боевиками.